По-разному скучает? Да, по-своему. Юсеф Яги в России всего полтора месяца. Вырос в Палестине, но о красотах русского севера слышал не раз. Давно мечтал увидеть все своими глазами, а заодно освоить врачебное искусство. Говорит, российское медицинское образование известно по всему миру. Родители настаивали на Германии, но вопреки их желанию, молодой человек подал документы в Мурманский арктический государственный университет. Путь к мечте оказался непростым. Я застрял в аэропорту Каира на пять дней из-за логистических проблем. Из-за того, что у меня палестинский паспорт, мне нельзя было выходить за пределы аэропорта. И поэтому я жил прямо в аэропорту. Спал на стульях, скамейках. Было не очень приятно. Юсеф уверен, неудобства того стоили. Впереди его ждут годы обучения на лечебном деле. Но сначала он, как иностранец, пройдет подготовительный этап. К переезду будущих студентов в Магу готовят еще дома. Им высылают специальную методичку и инструкции, как жить в России. В каких магазинах покупать продукты, как за них расплачиваться, какую уходовую косметику, девайсы и одежду брать с собой. У нас были ситуации, когда студент из Конго, из самолета, он приехал зимой и вышел в тапочках. Ходил расстегнутый, без шарфа. И мы его старались научить одеваться в соответствии с погодой. Потому что люди, которые этого не видели, они не то что не понимают, они не знают, как этого делать. Подготовительный период длится год. Сначала иностранные студенты осваивают русский язык и при необходимости используют английский. Занятие проходит ежедневно, не всегда в привычном формате. У нас с ним еще предусмотрен такой вид занятий, как экскурсии по городу. Идем, показываю, говорю, это аптека, это памятник. Он такой, это Ленин. Я говорю, это Ленин. Ходили, водили его с девочками с моей группы, где я куратор, водили его на военный корабль, когда стоял у нас на пирсе. Он включается вообще в любое действие, ему нравится общаться. Со временем к русскому языку добавляются дополнительные предметы в зависимости от будущей специальности. Несмотря на плотное расписание, Йосеф находит время и на увлечения. Молодой человек занялся волонтерством, помогает ставить спектакли с особенными детьми. Ух, какая большая репка у меня выросла. А ну-ка, вытащу я ее. Да бабушка что-то приготовит. О том, что приехал на север, Йосеф не жалеет, хотя и скучает по родным. Палестинец с интересом изучает русскую культуру, привыкает к местной кухне. На вопрос о недостатках жизни в России отвечают, что пока с ними не столкнулся. А среди достоинств, что люди в областной столице очень отзывчивые и добрые. Элина Шагенова, Татьяна Лежняк, Борис Савельев, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова